Здравствуйте всем, а помните те недалекие времена, когда ролики выходили каждый день и даже если они опаздывали, то опаздывали там знаете ну на 10 минут, на 15, на 20, может быть даже на час, но тем не менее они выходили. А вот сейчас с роликами какими-то непонятные вещи происходят и вообще не ясно когда они выйдут, когда они не выйдут, когда нужно заходить на канал. Если раньше в комментариях писали типа по твоим видосам можно сверять часы или что-то вроде того, то сейчас таких комментариев все меньше и меньше, а все типа пишут, а когда новости из лайфсампа, когда какие-то прочие вещи будут. И поэтому я решил, что все-таки нужно обсудить новости, но не из лайфсампа, а из лайфмобайла. Я подумал, что в принципе вот эти вот все GTA-самповские журналы они одинаковые, так как там один и тот же человек ими управляет. Я думаю, что вы все знаете, кто это такой на моем канале, если вы конечно подписались не недавно, а если вы подписались недавно, то у меня для вас есть челлендж. Вот у меня на канале сейчас 986 видосов, может быть уже 990, вы можете посмотреть абсолютно все видосы от начала до конца. И самое главное это смотреть до конца, потому что тогда вы ничего не поймете, если будете какими-то отрывками смотреть или может быть какие-то видосы, которые лично вам кажутся неинтересными, если вы их будете пропускать. Тем не менее, вы должны понять, что каждый видеоролик, он взаимосвязан, и если вы пропустите хотя бы один 4-минутный видос, то вы потом не сможете понять какой-нибудь самп-обзор на Владислава Павлова, который идет 2 часа. Я думаю, что вы не хотите все это делать, но в целом, как многие говорят, что можно посмотреть одни вот эти вот знаете все самп-обзоры, которые многие считают достаточно интересными на моем канале. Наверное, единственное крутое, что я когда-то делал за всю свою карьеру, но сейчас их уже не будет, поэтому вы можете удовольствоваться тем, что есть, и пересматривать только вот эти вот видосы. Поэтому все. Я думаю, что с каким-то вот этим вот началом мы уже можем закончить и перейти непосредственно к самой новости. Многие тут опять-таки могут сказать, что никаких новостей Блокраша не выпускала, так как она недавно открыла 16 сервак, и чего-то такого особенного ждать не придется. Но вы знаете меня. Я думаю, я знаю вас, вы знаете меня, а я знаю, возможно, каких-то еще людей, и я всегда найду новость, которую можно обсудить. Многие пишут, типа, ты обсуждаешь какие-то очень старые новости, которые и так уже все обсудили, некоторые новости ты обсуждаешь по 2 раза, но я вам могу сказать нет. Потому что новости, которые обсуждаю я, они всегда актуальны, всегда крутые, и даже если новость уже была старая, ну в самом деле, неужели нельзя ее повторить, рассказать, посмотреть под каким-то другим углом, типа, пересмотреть ролик 2 раза, чтобы лучше понять смысл. Я думаю, что все это можно сделать. Однако, давайте перейдем к самой новости. К РМП проект Блокраша обновила дизайн своего сайта. Как вам? И всегда Рома Злобин добавляет, как вам, для того, чтобы как-то забайтить людей на комментарии, но в данном случае у него это все не получилось, потому что комментариев всего 26, и если обычно под вот этими вот всеми постами про Блокраша начинается какой-то срач, или вроде того, типа, когда они уже завезут оптимизацию, или когда они сделают все прочие вещи, я могу сказать, что тут ничего нет, потому что, наверное, в то время, ну вернее, видос такой, ой, вернее, пост, конечно, который вышел, он был абсолютно, типа, недавний, там, знаете, всего-то 30 сентября 2020 года, но немного времени прошло, типа, даже, по-моему, года не прошло, я думаю, что новость достаточно актуальна. И давайте сделаем обзор, какую-то ревью, какую-то рецензию на сам сайт, который тут есть, потому что я знаю, что многие после данного видеоролика, они захотят зайти на сайт Блокраша и вообще посмотреть, что у них там, как у них там, как это вообще все работает, как у них там все это происходит и так далее. Но давайте я сейчас проведу просто обзор. Слева сверху у нас логотип Блокраша и написано Блокраша. Я до сих пор считаю, что логотип, который сейчас есть у данного проекта, он не особо успешный, он не особо удачный. И, наверное, если я успею, вот, вложиться во все вот эти вот видеоролики, которых снять осталось всего 15 штук, а после того, как я выпущу все видеоролики по Блокрашу на этой неделе, то их останется еще меньше. Я не уверен, что я смогу уже, знаете, переработать логотип Блокраши. Но если Блокраша возьмет меня на пост какого-нибудь своего, я не знаю, графического дизайнера или арт-директора, или, может быть, основателя, то, конечно, я смогу перерисовать весь этот логотип или хотя бы нанять человека, который все это сделает. Я думаю, у Артемия Лебедева всего за 100 тысяч рублей все это можно сделать. Что такое 100 тысяч рублей и Блокраша? В общем, сам сайт мне нравится. Я думаю, что если вы разбираетесь в современном искусстве, то он может понравиться как бы и вам. Поэтому вы можете оставить свое мнение по поводу всего этого сайта в комментариях. Я все прочитаю. Ничего не буду лайкать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Я играл на 11 сервере Блокраша под названием Индиго. Мой никнейм Данила КПРФ, а также мой промокод хэштег задосэ. Все это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр. Милли не спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok